Просить никогда, ничего не надо. Предлагать партнерствовать, да. Предлагать к соучастию прийти, да. Предлагать принять участие в социально важном деле, да. Предлагать быть именно соучастником этого дела, да. Но не просить. И тогда тебя услышат. И обязательно, конечно, тебе будут все показывать и рассказывать о твоей организации, если ты делал не понимаешь. Что у нас Саратов молодой, мало, а нас писали. Да мы никогда даже не думали, я пресс-релизы делаю, все это как положено. Но по Саратову молодому этому не надо было. А нас все равно писали, показывали, рассказывали. Почему? Потому что мы выходили на улицу, мы делали дело. Мы туда и шли, мы сюда шли. Мы делали те дела, которые были востребованы, нужны, видны. И создавали этот мой информационный повод, который было интересно показать. А раз о нас начинают слышать, раз зарабатывается авторитет, то тогда уже легче решать любые вопросы. Любые вопросы легче решать. Поэтому надо учиться быть переговорщиками. Надо учиться говорить. Я всегда говорю ребятам, вот в штате сталк, это очень важно. Учиться говорить, излагать свою мысль, ставить цель и добиваться ее этой цели. Всегда помните о ней, какая у тебя цель, когда все получится. Вы знаете о том, что наш заработок молодец поддерживает. Теперь уже и сарай, у нас не хотим помочь, чтобы уже легкость большая, чтобы вот так время выбором пришлось. И мне, конечно, очень хочется, чтобы мы не упустили этот шанс с вами. Чтобы мы полностью, полноценно использовали для работы нашей общей вот этот вот выпавший шанс. Потому что по одному мы тоже работаем, делаем, каждое свое дело делает. Но когда мы объединяемся, это другое дело. Оно намного мощнее и сильнее. И достигает большего эффекта. Мы, правда, не всегда этот эффект с вами просчитываем, к сожалению, этим тоже надо заниматься, просчитывать эффект. Почему, например, я взяла именно скаутскую методику воспитания и скаутскую организацию начала создавать? Почему? Потому что это методика, там все просчитано. То есть цель стоит, механизм достижения этой цели понятен. Методика, программа, все понятно, что нужно делать и понятно, что мы на выходе будем иметь. Я, к сожалению, не могу уж очень похвалиться тем, что мы успешно, вот как я сейчас расписала, проекты пишем, к сожалению. Хотя из всех, наверное, общественных организаций, которые есть в области, мы единственные, 104 раза уже президентские гранты получали. Ну, наверное, единственные, наверное, я не ошиблась. Но, тем не менее, Тенегорий первый получил сейчас, президентский первый, да? Вот, очень рада, потому что это на воркаут и паркур, это на, у него получится 7 площадок, сделайте в районах. Понимаете? Это было достаточно. Да, ну, им 18 лет, по-моему, было в прошлом году, чуть-чуть они помоложе нас, организация очень опытная. И, конечно, то, что Вадим Николаевич входит в наше объединение, это усиливает очень наши позиции, потому что, ну, во-первых, детское и молодежное движение, реально сильное, и тоже методически выверенное, партековски. Работать по артековским лекалам, то есть методикам, это очень важно. Вот, и слава богу, вот такое вот дело взялся, как воркаут и паркур поддерживать, и сейчас поддержку от президентским грантам получил. Вот, но, тем не менее, вот я вам скажу, что по статистике мировой считается, что из 10 написанных и поданных проектов, если выигрывает один, то это хорошая статистика. То есть это общий подход к проектной культуре. Но нас-то не устраивает такой подход. Вот у нас сейчас, например, в «Обществе трезвости» вот мы подали шестой проект, который проиграл. Шестой, ничего не выиграл в очередной раз, да? То есть сейчас седьмой ждем на Российский Союз молодежи, который подали. Перед этим была Лига здоровья нации. Но отчаиваться не надо, надо учиться. К сожалению, учиться не на чем. К сожалению, нет критериев оценки этих проектов. И пока мы стояли на таком уровне, низком, но даже в области, в области положения, когда я пишу, там в областных грантах. И то критерии включают оценки, понятны, прозрачны, по каким-то критериям будут твой проект проверять. А президентские проекты, они не имеют этих критерий. Там что хочу, то и врачу. То есть тебе ничего не объяснять, почему ты не выиграл. Почему ты выиграл в прошлый раз, почему ты не выиграл в этот раз. Непонятно. Казалось бы, я говорю, мы четыре раза уже выигрывали, значит мы знаем эти критерии, значит мы попали. Значит, да, нет оказывается, абсолютно нет. Причем, собственно, с каждым разом мы умнее становимся и получше работаем над ним. Но, тем не менее, это надо делать, и мы это делаем. А вот тогда, в 90-х годах, когда не было никаких конкурсов, никакой государственной поддержки, и даже, как я вам говорила, полное ее отсутствие, и все равно не было уныния у нас, все равно у нас была уверенность в том, что мы на правильном пути. Для меня тогда было важно быть самостоятельной в зарабатывании денег. И мы начали, пожалуй, единственные из общественных организаций, кто реально зарабатывает на свою деятельность деньги. Я создала тогда медицинский центр, и как только было принято законодательство о лицензировании медицинской деятельности, наша организация первая получила лицензию, и до сих пор единственная лицензия у нас на общественную организацию. Нет в области больше других общественных организаций, которые имеют лицензию на медицинскую деятельность. Как бы мы вот в особых условиях в этом вопросе.